Казнь, не иначе. Выходные на базе отдыха Копанского стали настоящим шоком для посетителей. Неизвестный мужчина ходил между домиками базы и, не стесняясь никого, на глазах у детей расстреливал местных кошек. Живодеру никто не решился даже и слова сказать. 50 животных умерли мучительной смертью. Эти кошки уже не верят людям, отходят от сильного стресса в квартире зоозащитников. Волонтеры спасли животных. Их пытались убить на базе отдыха Копанское. Там на кошек устроили настоящую охоту. На глазах у отдыхающих неизвестный мужчина расстреливал зверей из пневматического ружья. В санатории об этом говорят все. Пришли, говорят, поубивали кошек. Как поубивали? Мы не видели, кто и как. Не наша смена была. По словам очевидцев, убили как минимум 6 кошек. О расстреле зоозащитникам сообщил аноним. Они сразу организовали спасательную операцию. На территории проживало несколько десятков животных. Вывезли 28. Вывозить приходилось тайно. Ну, можно так сказать. Там в санатории хоть не сказать, что закрытая территория, но начальство со стороны ЛАЭС, оно не хотело идти на контакт. То есть нам заявили, что никаких кошек нет, проблемы нет. Но, тем не менее, избавлялись от них таким вот негуманным способом. Кто организовал расстрел, неизвестно. Зоозащитники подозревают, что заказать истребление животных могло руководство санатория. За работу мужчине хорошо заплатили. По нашей информации, живодер, который расстрелял котов, платили 1800 рублей за тушку. То есть даже за меньшие деньги или вообще бесплатно мы готовы были вывезти всех котов. Поисками виновников расстрела сейчас занимаются правоохранительные органы. А активисты тем временем раздают кошек в добрые руки. Большая часть уже обрела новых хозяев. Елена Аспаева, Елизавета Медведкина, Алексей Харьков. Live 78.